Всем привет, друзья! Крещенские у нас не морозы, а праздники, скажем так, продолжаются. И мы сегодня приехали в Гаспру, чтобы показать вам одну из визитных карточек, самую популярную, наверное, для всего Крыма. И все узнают сразу это здание. Как вы поняли, это Ласточкино гнездо. Приехали мы сегодня не одни. Приехали мы сегодня с блогерами. И блогеры сами представятся сейчас. Всем добрый день, дорогие зрители и подписчики Александра. Меня зовут Евгений Щипинский. Мой канал на ютубе еще молодой, ему всего полгода. Он называется так же, как и я, Евгений Щипинский. Это моя дорогая, любимая супруга Ирина. Добрый день. Да, друзья, кого интересует информация именно такая полезная, с историческими данными, ну, прям такая полная развернутая информация, ссылочка на канал Евгения будет в описании. Обязательно переходите, кому интересно. Я думаю, многим будет интересно послушать. Он рассказывает очень много интересных вещей, поэтому, ну, как-то вот так. А мы сейчас в данный момент пойдем гулять и будем спускаться к Ласточкиному гнезду. Вы сами все увидите, я думаю, будет интересно. Ну, и пару слов еще. И оставайтесь на наших каналах. Вот так вот. Идем гулять дальше. Вот все. Друзья, мы спускаемся, то бишь, не видно само Ласточкино гнездо здесь за домом. Мы сейчас спустимся вниз. Но оно там есть, да, море, солнце. Сегодня у нас 20 число. Это следующий день после крещения. И мы идем гулять. Ну, и вам все покажем, расскажем. Смотрите дальше, будет интересно. Обещаю. Потому что это замок. Единственное, что я про него знаю, что в нем снимался фильм «Десять негритян». Все, друзья, больше я про это. Ну, и он стоит на огромном утесе, откосе, на скале. Начали мы спуск вот отсюда сверху. Это с трассы спуска. Вот здесь вы заходите и вам все время вниз, вниз, вниз. Вот по ступенечкам, по ступенечкам выйдете, в общем, к Ласточкиному гнезду. А здесь вот довольно интересное дерево желаний. Такое. Плюс написано вот ленточки для дерева желаний. Можно приобрести здесь. Не знаю, где здесь. Потому что вроде как все закрыто. Но, наверное, летом это очень пользуется популярностью. Кто приезжает посмотреть на само гнездо, наверное, им актуально. Это, я думаю, летом оно выглядит по-другому, скажем так. И, наверное, сильно завешено. Все сейчас время от времени, я думаю, его чистят. Сад живых тропических бабочек. Но мы не пойдем. Я не особо любитель бабочек. А мы продолжаем движение, спуск к морю и к самому Ласточкиному гнезду. В общем, здесь довольно, кстати, чисто. По сравнению с Фассандровским пляжем, например, с нижней его частью. Где все убито, ушатано. Здесь выложены плиточкой все выложено. Скамейка, не знаю почему, но скамейка без седла. Может, на лето ставят. А так все ступеньки в отличном состоянии. Выложены плиткой, все хорошо. Ну, во всяком случае, пока. Как будет что-нибудь интересное, друзья, обязательно включусь. Еще вам покажу. А, да, что немаловажно. Урны стоят на протяжении маршрута этого спуска. Есть урны. Вот одна. Смотрите, вот вторая вон внизу. Ну, то есть, не будет такого, что идешь, съел мороженку и деть некуда. А, что я говорю, вторая. Вот вторая. Вот третья. В общем, урны по всему следованию вниз есть. Также есть вон и скамеечки внизу. Вон она, скамеечка, я вижу. И возле нее еще одна урна. То есть, урна довольно много. И это хорошо на самом деле. Вот здесь плиточка кончилась, но все равно ступеньки в отличном состоянии. И вся тропинка отлично. Везде чистенько, убрано, нигде не валяются ни бумажки, ничего такого. Ну, пока, во всяком случае, я не видел, друзья, очень хорошо здесь. Фу, только стало жарковато, что-то я сильно оделся для... Ну, вроде как думал, знаете, как январь, холодно, а на самом деле тепло. Ладно, идем дальше. Дошли до первой такой, так сказать, похожей на смотровую площадку. На самом деле это все еще вот такая лестница вниз идет. Но здесь вот открывается такой вид на само гнездо, на причал внизу. И, ну, довольно миленько все выглядит. Сувениры, как обычно, все здесь продается, как и должно продаваться. Поэтому мы идем дальше, продолжаем движение. Мы обязательно дойдем до 10-ти негритятов. И уже, ну, может, мы еще внизу включимся. Морька вам покажу. Может быть, даже с шумом волны, если найду, где хорошо шумит. Чуть я, друзья, не дошел до смотровой площадки. Женя дошел, тоже поснимает, но она вам немножко... Всем, кому интересно, что он снимает, переходите на его канал. Ссылочка в описании. Ну, а мы вот... Я, друзья, извините, у меня тут голова покружится. Я немного боюсь высоты. Но выглядит все здесь вот так. Здесь прям реально жара для зимы, конечно. Вон, цветут, зацвели какие-то цветочки. Я не знаю, что это. Кто знает, пишите в комментариях. Но дело в том, что они зацвели. И здесь реально прям... Ну, прям жарко. Я вот прям иду, а я оделся как зимой. И... Прям совсем карачун. Здесь 15, это как минимум градусов. 15 градусов бывает... Ну, иногда бывает летом по утрам. Да, кто спрашивал, что такое зимние эти февральские окна? Да, ну это не февральские еще. Все равно. Ну, вот на февральские окна... Да, в Крыму на февральские окна бывает так же, даже еще теплее. Ну, прям я вот честно, не могу жарко. Уже подумываю, наверное, поэт подприснять, потому что, ну, прям совсем что-то... Фух. Мы все, продолжаем движение. Видите, уже приближаемся. Вот Петровна тоже начинает раздеваться потихоньку. Да, Петрович? Вот, ласточкино гнездо перед нами. Море, прибой, красота, скалы. Просто неописуемо. Все довольно масштабно, огромно. И выглядит... Да, и людей... Ну, знаете, как летом здесь довольно много людей. Всегда причем. А в данный момент... Ну, прям обалденно. И от этого масштаба прям аж... Ох! Все очень объемно, воздушно, скажем так. Ну, в общем, очень здорово. Не зря мы приехали. Тем более, я на самом этом строении был довольно давно, последний раз. Еще не было канала, я еще не снимал. И поймался на мысли, что у нас нет ни одного ролика отсюда. Поэтому, как только мне Евгений предложил съездить с ним, я, естественно, сразу же согласился, чтобы и вам показать. В прошлом или позапрошлом году проводились работы по укреплению. Вот в этой части, где обсыпалось, обваливалось. И вроде как все прошло успешно. И теперь ничего самому замку не угрожает. Ну, вроде бы как. Точно я вам сказать не могу, но вроде бы как сейчас все хорошо. Мы спускались, спускались, и теперь у нас подъем к самому гнезду. Как обычно, здесь куча сувениров. Ну, всякой всячины. Летом, я думаю, это все то же самое есть. Магнитики и все остальное. Фу, ну, а мы продвигаемся и уже включимся там. Поднялись мы наверх, на финишную прямую. С самого остального гнезда все это выглядит примерно так. Мосты, помосты, парус. Ну, в общем, все красиво. Скалки. Это Айпедри все, плато. И мы заходим. Заходим, заходим. Здесь, как всегда, сувениры. Куча, куча всего. Не черноморские эти улитки. И, в общем, все. Все вроде как хорошо. Здесь на входе стоит вот такой турникет. Но перед турникетом стоит вот такая вот штука. Не знаю, нужно на него нажимать или нет. Наверное, нужно все-таки. Да, нажимаете на кнопочку и заходите на территорию уже самого замка Ласточкино гнездо. Друзья, поднялись мы на сам замок Ласточкино гнездо. И виды отсюда с замка на трассу и на горы открываются именно вот такой. Ну, а сами виды залива, скал, под музычку я вам включу. Смотрите, это очень красиво. Смотрите, это очень красиво. Видите, навиграция открыта. 20 января, навигация открыта, идет пароходик, прогулочный катер, еще как только не называют. В общем, они идут, идут скорее всего сюда. Да, точно идут сюда. Сейчас он будет здесь парковаться, швартоваться. В общем, ну не знаю, очень здесь красиво, друзья. Впереди у нас вот это вот все, что вы видите. Это Ялта. Дальше Медведь гора. Но далековато здесь уже до Медведь горы. Но она видна. Во всяком случае, не знаю, как на камеру, но так глазами видна очень хорошо. Само Ласточкино гнездо, ну, реставрация, конечно, нужна. Он такое, оно уже, ну, как подуставшее, скажем так, здание. И, ну, не знаю. Но, в общем, оно есть. Мы сейчас туда обязательно пройдем дальше, покажем вам все. Видите, как говорил, навигация открыта, вот подходит теплоходик. В фильме, ну, 10 негритят там показывали, что лодка не могла причалить. Это снимали не здесь. Вот в чем дело. Здесь снимали только внешний вид, вот этот самый замок и террасы. Внутри и лодку, которая подходила к берегу, снимали не здесь. Честно, не знаю, где, но вот, вот на Ласточкино гнездо экскурсия. Сейчас вот, видите, подходит, и люди будут оттуда вываливать. И пойдут на экскурсию сюда поднимутся. Вы видите, называется Форос-1, теплоходик этот. Небольшой, но довольно вместительный. Ну, сейчас посмотрим, сколько будет оттуда выходить людей. Субтитры подогнал «Симон»! Ну, видите, вышли люди. Экскурсии, не экскурсии, неизвестно. Но все приплыли посмотреть, как оно здесь, чего будет происходить. Сейчас они все будут подниматься здесь по ступенечкам. Вот тут вот ступеньки, ступеньки, ступеньки. Потом через эту площадку, где мы шли, и сюда наверх. Ну, в принципе, так же, как и мы шли. Ладно, здесь показал, виды показал. Пойдемте на сам замок. Пойдемте посмотрим. Женя пошел наверх снимать. У него там будут, наверное, кадры совсем другие. Я не пойду, мне лень, честно, друзья. Поэтому, если хотите, смотрите у него на канале. Ссылочка, напомню, в описании. Ну, здесь, понятно, закрыто. Давно довольно, кстати, нельзя ходить. Здесь касса. Ну, типа музей. Ласточкино гнездо. Построено в 1912 году по проекту русского инженера и архитектора А.В. Шервуда. Реконструировано по проекту Ялтинского отделения Гипроград в 1970 году. Автор, конструктор Тимофеев В.Н. Архитектор Татиев И.Г. Есть такая вот дощечка. Здесь площадочка. Тоже, конечно, виды отличные. Скалы. Очень... Ну, здесь солнечная сторона. Поэтому, извините уж, друзья, за качество. Но, как могу. Внизу сидят бакланы. Причем здесь именно бакланы. Черные, ныряющие. Такие здоровенные птицы. Чаечка наверху над ними сидит. Не знаю, наверное, отсюда не видно. Но скалы отличные. Море само, конечно же, как всегда, превосходное. Просто великолепное. Да, я бы даже сказал. Очень красиво. И вода, и цвет. И море хоть и черное, но синее. Очень здорово. Вот и бакланчик там полетел. Летит. Не знаю, видно вам, не видно. Но летит. В общем, друзья, всех приглашаю. Обязательно посетить Ласточкино гнездо. Здесь прям очень-очень-очень здорово. Вот оно само. Оно, кстати, довольно небольшое. Если кто думает, что это какой-то здоровенный замок. Нет. У нас у некоторых частные дома куда больше, чем этот. Но, тем не менее, это замок. И, ну, не знаю, друзья. Все, что вы об этом думаете, обязательно пишите в комментариях. Я обязательно все прочитаю. Что знаю, отвечу. Что не знаю, не знаю. Поэтому, ну, как-то... Ну, здесь здорово, здорово. Просто вот прийти, походить, погулять. Обалденно. Друзья, ничего не могу сказать. Прям здорово. Тем более, с одной стороны море. С другой стороны вот такие вот горы. То есть, плато Ай-Петри. Видно. Ну, прям здорово, здорово. Не знаю. Ничего не могу сказать. Почитаю ваши комментарии по этому поводу. С удовольствием. Вот, смотрите. Видите, Евгений фокусируется там. Ловит красивые кадры. У него большой зум на камере. И у него будут хорошие виды. Он с таким умным-умным лицом. Я не знаю, он, наверное, меня не слышит. И это очень хорошо. И он не знает, наверное, что я его снимаю. Это вообще... Знаете, как человек за работой. Прям как воду пьет. Ну и, ах, молодца. Увидел, увидел. Смотрите. Так что, все, кто думает, что блогер это приехал, погулял, поснимал и ушел, это немножко не так. На самом деле, это довольно такой, ну, длительный процесс. Это снять, несколько кадров сделать. Потом выбрать лучший. Ну, чтобы вам все было хорошо и красиво. Все, друзья. Теперь немножко видов с этой стороны. А там посмотрим. Включимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Не пойду. У меня же зума нет, поэтому мне смысла наверх идти. Нет. Нет, не пойду. Не пойду. Не пойду. Друзья, для вас останется интрига. Кому будет интересно, вот приедете, поднимитесь и пройдете чуть дальше. Ну, вот вход. Ну, вот мы вышли. Здесь все закрывается, я так понимаю, на ночь. Музей, и это все закрывается. Вход бесплатный здесь. Хотя на входе стоит очень интересная штука. Я вам сейчас ее тоже покажу. Здесь на территории, уже когда вы зашли, именно на территорию самого Ласточкиного гнезда, на самого замка, есть даже почтовое отделение. Ну, не отделение, в смысле, а почтовой ящик есть. Куча сувениров есть. Ну, по большому счету, все, что необходимо. Здесь все есть. Администрация вот здесь, пушка. Даже с ядрами. Туристические маршруты все, где покататься можно, на чем можно покататься. Ну, здесь все. Попить, поесть, перекусить, так сказать, кофе попить, все есть. Курилочка, вход. Проход бесплатный. Только надо нажать кнопочку. Наверное, собирают отпечатки пальцев. Ну, что, Дюхчули, понравилось вам? Да. Понравилось, да? Не зря приехали. Конечно, с погодкой повезло. Согрелись. Нагулялись, согрелись, с погодой повезло. Ну, прям здорово. Мы еще не прощаемся. У нас еще будут какие-то виды отсюда. Ну, какие-то интересные, я так думал. Морька. Морька, да, и скалки. Ну, что-то будет. Так что, друзья, смотрите дальше. Я думаю, будет интересно. Здесь вот на горе сидит орел. Ну, навряд ли на этой камере будет видно. А большую я не брал. Поэтому будет с маленькой. Девчонки пошли на пирс вниз. Вот они, видите? Проходят. Я вниз не пойду. Только лишь потому, что надо подниматься наверх. Ну, в общем, ленивый я. Да и отсюда вроде все неплохо видно. Ну, и, конечно, красота здесь. Красота, красота. Да, тут можно часами прям стоять, наблюдать все это дело. Ну, не знаю. Во всяком случае, мне здесь нравится. Я здесь давно не был. Ну, не знаю. В общем, здорово, друзья. Вовнутрь мы не заходили. Сам этот музей, не музей, непонятно там, что внутри. Если будете, если и будет желание, можете зайти посмотреть, что там внутри. Ну, а так все про ласточкино гнездо, в принципе, мы вам показали. Будем подниматься сейчас наверх. Немножко еще покажу вам на самой, на самом верху, как пройти, где лестница, где эта лестница начинается. Ну, то есть, кому вдруг понадобится, чтобы знали, где спускаться, не плутать, не блудить в другую сторону, чтобы, не дай бог, не ушли. Потому что там похоже на то, что, ну, надо пройти вроде как в сторону по дороге и будет ближе. На самом деле нет. Мы пришли единственным маршрутом, я вам его обязательно покажу. Девчонки спустились на пирс, но что-то у них не задалось. Видно, прохода на пирс там нет. Ну, на причал. И они пошли обратно. В общем, вот так вот. Мы еще не прощаемся, еще будет у нас отсюда. Но пока здесь, наверное, все. Не знаю. Очень здесь здорово. Приезжайте, друзья, отдохнете и походите, подышите чистейшим воздухом. Морским, хвойным. Потому что вся зелень, которая вот здесь на скалах, это все сосны, это все хвоя. Очень полезно будет подышать морским, хвойным воздухом. А еще, друзья, здесь целая куча котов. Вот один, здесь три сидят. И пока мы шли, там еще с десяток вот здесь на ступеньках. Включился, констатировать такой факт. Знаете, как в Семиизе куча котов. В Семиизе, да, и где в Гурзуфе. Здесь тоже прям крайне много. Ну, а мы идем обратно наверх. Раньше здесь был еще проезд, можно было подъехать вот здесь, ну, ближе. Сейчас подъезда этого нет, поэтому приходится идти довольно... Ну, вот видите, мы стоим здесь, море. И нам надо подниматься вот аж на самый-самый верх вот туда. Причем подниматься по ступенькам. Это не очень удобно, но оно, я считаю, оно того стоит. Потому что здесь вы проходите мимо вот таких вот скал прям, ну, таких ух. Ух. Очень масштабно, я уже говорил. Ну, и вот такие мосты, переходы, переходики. И куча-куча-куча ступенек наверх. Вот впереди вы видите. Оно все петляет здесь по склону. Здесь куча санаториев, отелей. Ну, прям очень много, если кто захочет приехать, отдохнуть. Я думаю, всегда место найдется. Поэтому, видите, спуски, проходы прямо к морю. Вот с... Ну, не знаю, что это, пансионат, санаторий, не знаю. Но свои сходни у них вниз к морю. Прямо обалденно здесь вот такие вот над пляжами прям террасы. По лету, я уверен, на них поставляют лежаки. И можно, ну, лежать. Кто не очень любит море, там, купаться, допустим, а просто хочет позагорать, то вот такие вот террасы, как солнечные ванны, можно принимать, друзья. Не знаю, вроде здорово. Ну, а мы все дальше продолжаем подъем. Да, друзья, подъем довольно изнурительный здесь. Обратно, ну, к трассе. Но, правда, есть скамеечки, где можно остановиться, посидеть, отдохнуть. Фу, ну и деревья тут такие причудливые, видите? Ну, я не присаживаюсь, я упорно двигаюсь вперед. Все, подымусь, вколючусь. Ну что, выбрался я наверх. Ребята, когда вы приезжаете в Газпро, а вы приезжаете вот отсюда сверху, и выезжаете вот сюда, на вот такую вот перекресток, и вам может показаться, что нужно поехать, ну, если вы приехали, то повернуть налево, и так будет ближе идти. На самом деле, нет, это неправда, но здесь есть парковка. Я так понял, она бесплатна. Можете приехать, оставить здесь машину. Вот как все это дело выглядит. Ласточки на гнездо. И, по идее, кажется, что отсюда быстрее, но нет. Вам нужно пройти направо. То есть мы машину оставили вот здесь, и, ну, на парковке отеля. Может быть, это не очень правильно, но вам надо пройти в сторону здания, большое, написано парус на нем. Доходите, проходите к этому зданию, и там указатель, вход на ласточкино гнездо, лестница. И вниз, вниз, вниз спускаетесь, ну, там вы уже не промажете, там одна дорога. В общем, в любом случае, если вы поставите машину даже на этой парковке, вам все равно придется возвращаться и идти направо, ой, налево от въезда. Не направо. Направо ставите машину и идете налево. В общем, вот так вот. Ну, если вы все поняли, то это поселок Гаспро. Там уж разберетесь по... ну, по навигатору, или как вы будете ехать. Я разделся, потому что уже перевалило за 15, и я прям в шоке. Ну, прям жарко. Вот, меня догнали. 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 Ой, жарко. Жарко. Я же говорю, за 15 перевалило, и прям, ну, прям жара-жара, друзья. В общем, вот так вот. Мы еще не прощаемся. Просто показываю вам санаторий и пансионаты, сверху сам замок. Ну, в общем, не знаю, очень здесь круто, да? Да, сейчас пойдем в Мисхор купаться. В Мисхор купаться? Ну, не знаю. Насчет купаться не знаю. А в Мисхор... А что, вы собрались в Мисхор ехать? Да. На канатную дорогу смотреть? Не знаю, так и шире. Да, кстати, друзья, в Мисхоре, это здесь совсем недалеко, вот прям рядышком, здесь есть канатная дорога на Айпетре, которая большая, и там очень красиво, и жутко страшно. Но это кому интересно. В общем, включимся, еще будет много интересного. Приехали мы в Алушту, конкретно приехали в рабочий уголок, здесь прохладнее, ветерок, ну, вечереет, солнце ушло уже за горы. Большой отель, вот этот белый, когда спрашивали, еще он не запустился, я думаю, к сезону запустится, Калипсо еще не снесли, море немножко волнуется, но оно очень красивое в любом случае. Мы обязательно пройдем на пирс, на причал, поснимаем там, чтобы все было, и нам за это ничего не было, но на самом деле, прям обалденно, единственное, что ветерок и похолодало, друзья, поэтому, ну, просто виды моря под музыку, это обязательно. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Ах, красота А в Алуште, смотрите, в Алуште солнце Прям в Алуште солнце В Малореченском солнце В Рыбачьем солнце В Солнечногорском солнце Алуште, смотрите, залито прям солнцем Обалдеть А мы стоим тут в тени Вот там бы я купалась Да не купалась бы ты там У Петровны навязчивая идея искупаться Но, блин, не знаю Холодно Холодно, и вода 10 градусов Это не значит, что она теплая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, и на этом наше путешествие по южному берегу Крыма На сегодня заканчивается А мы обязательно с вами увидимся где-нибудь еще Я думаю, скоро и будет интересно Ну и сейчас все мы с вами попрощаемся Ну что, дорогие друзья, приезжайте к нам в Крым Мы вас ждем в любое время года Крым прекрасен Будем рады Купайтесь, отдыхайте Ну, продолжаем Ну, всем пока Ну, конечно Девушки, как всегда, очень многословны Да, друзья Еще раз напоминаю Ссылка на канал Евгения будет в описании Под видео обязательно Переходите, кому интересно У него другие совсем ракурсы Другие виды, другие истории Так что заходите у него Все можно увидеть совсем по-другому Ну и подписывайтесь на его канал Ставьте лайки И не забывайте нажать на колокольчик Чтобы не пропустить следующее видео Все, друзья Всем пока